Стартовали от монумента матери покровительницы. Одни на 4 километра, другие на 10. Зеленый марафон прошел в минувшее воскресенье в десятка городов, в том числе и в Чебоксарах. 56 городов, 3 страны, более 120 тысяч человек. Масштабные цифры зеленого марафона. В нашем городе спортивный праздник собрал более тысячи чебоксарцев. Его Сбербанк совместно с благотворительным фондом «Обнаженные сердца» проводит не в первый раз. Это не только общественная акция по поддержанию здорового образа жизни и спорта. Это еще и социальные акции, это благотворительные акции по всей стране. В этом году мы подумали, что было бы интересно сделать акцию по обучению наших детей правилам содержания домашних животных. Мне кажется, это очень правильно показать нашим детям, как этим нужно правильно заниматься. Быть участниками этого мероприятия сегодня очень важно для того, чтобы действительно призвать всех, обратить внимание всех, что нужно вести активный образ жизни. И самое главное, наверное, обратить внимание всех, что есть сегодня люди, которые ждут от нас помощи. И, соответственно, данное мероприятие, оно, в общем-то, и несет и социальный статус, социальный характер. Больше всего любителей спорта вышло на старт дистанции 4 километра 200 метров. Этот путь выбрала и чемпионка мира и Европы по спортивной ходьбе Алина Иванова. Для любителей бега, ну, не всегда хватает для любителей бега стартов. Поэтому это плюс один еще старт, где они могут, как сказать, проверить свои силы, посмотреть, на что они готовы и, конечно, получить массу удовольствия. Марафонцам, которые бежали 4 километра, пришлось обогнуть Чебоксарский залив дважды. Самая длинная дистанция – 5 кругов вокруг залива для кого-то вызов себе и своей физической форме. Для профессиональных спортсменов нашлись и такие – это небольшая разминка, как для Александра Новикова, первым завершившего 10-ти километровку. Я бежал как тренировку, можно сказать, не в полную силу. Последние три километра чуть только прибавил, и все. На прошлой неделе я полумарафон стартовал, 21 км. Классные соревнования, надо сейчас чаще проводить такие соревнования. Очень здорово. Для здоровья. И вообще развлекательно, все красиво, хорошо. Самых быстрых выявляли и в детских забегах. Причем только бегом спортивный праздник не ограничился. Возле залива развернулись различные развлекательные площадки. Как и положено в спорте, награды нашли своих героев. Победители взрослых и детских забегов получили медали, грамоты и подарки. Ирина Волкова, Леонид Путилов, Николай Яковлев, Республика.